Касымжимар Тукаев уже два года президент Казахстана. На его долю выпало руководство страной во время эпидемии коронавируса, мирового экономического кризиса и потрясений внутри страны в Кордае, Арысе и Махтарале. Тем не менее, глава государства объявляет об инициативах, которые меняют политическую и социальную жизнь в стране. Что президенту удалось реализовать и что только предстоит, мнение экспертов выслушал Иван Тулинов. Два года на посту президента. Они прошли непросто. Мировые державы обмениваются санкциями ввиду торговые войны. Ситуацию усложнил кризис, вызванный пандемией. Тем не менее, Касымжимар Тукаев решился на проведение политической трансформации. Понять, какие изменения требуются стране, помогает Национальный совет общественного доверия. К слову, указ о его создании – один из первых документов, подписанных Тукаевым на посту главы государства. В первое время было очень много разных скептических мнений, оценок. Мы помним, что эта диалоговая площадка временная, что вряд ли она будет эффективной. Но, как мы видим, уже мы подходим к двухлетнему рубежу. И за этот период у Национального совета достаточно серьезный багаж реализованных инициатив. С момента создания совета было принято 17 законов. Подписано три президентских указа, 28 распоряжений министерств и правительства. Заявлены три пакета реформ. Первый из них реализован полностью. Ключевые инициативы второго и третьего также применяются на практике. Одним из главных изменений стали поправки в закон о выборах. Был снижен порог прохождения в парламент для партии с 7 до 5 процентов. Внесена графа в бюллетень против всех. И приняты нормы прямого избрания сельских акимов. По мнению экспертов, преобразования в стране носят фундаментальный характер. Они преобразовывают отношения между государством и обществом. Откорректированный закон о мирных собраниях также создал в стране новую политическую культуру. На практике тоже очень много внесено в законодательные подзаконы акты новшеств. Опять же, практика их применения. Например, вот был принят новый закон о мирных собраниях в митингах шествии. Полицейские перестали задерживать людей. Они перестали задерживать, как раньше, хватать, сажать автозаки, отвозить их в полицейские участки. Но нашли второй путь, так называемый кетлинг. Сейчас уже после двух кетлингов, когда работа полицейских подверглась жесточайшей критике со всех сторон, они перестали применять этот кетлинг. Я могу сказать, что вот 8 марта тот марш женщин, который шел в Алма-Ате, это был сделан фактически на ура. А указ главы государства об утверждении плана первоочередных мер в области прав человека уже называют маленькой революцией. Это план мероприятий, поэтому это делается акцент правительству, то есть исполнительному органу власти, который должен разработать дорожную карту в виде плана мероприятий по соблюдению. Там есть очень хорошая такая вещь, да, это свобода, да, и в то же время соблюдение, вот право через соблюдение порядка общественного. Поэтому, я думаю, это целый комплекс, и в принципе он охватывает такие важные социальные, экономические вопросы, общественно значимые. Касым Жумар-Тукаев призывает открыто обсуждать проблемы. Его инициатива слышащего государства позволяет реагировать на запросы граждан. Государство услышало казахстанцев, оказавшихся в сложной ситуации во время локдауна. По поручению президента гражданам были выплачены пособия. Их получили 4,5 миллиона человек. Введен мораторий на проверки бизнеса, а МСБ на время освобожден от уплаты налогов. Все это позволяет преодолеть период пандемии с меньшими потерями. Для решения жилищного вопроса по инициативе главы государства казахстанцы могут использовать свои пенсионные. Еще один вопрос был связан с передачей казахстанских территорий в аренду. Косым Жумар-Тукаев поставил в этом вопросе точку. Закон, запрещающий передачу земель иностранцам, был подписан и вступил в силу.